Привет всем! Своё артериальное давление, далее буду говорить давление, надо знать каждому, даже когда здоров, особенно если уже в старшем возрасте. И здесь много тонкостей, которыми полезно овладеть. Знакомы ли вас с последним консенсусом специалистов о том, что измеряемое вами лично дома давление, домашнее давление, точнее отражает истину, чем то, которое измеряет вам врач. Некоторые, даже с нормальным давлением у врача, его офисе, волнуясь, показывает его повышение. Здесь речь идёт о так называемом офисном измерении давления и так называемой гипертонии белого халата, а её ещё нужно распознать. Некоторые другие, напротив, как бы замораживают своё давление. Врач при измерении находит его нормальным, а в жизни оно повышенное или пониженное, и это тоже проблема. Потому измеряйте так называемое домашнее давление сами, дома и на него ориентируйтесь. Вам говорили, что в наш век давление надо измерять электронным тонометром, что такие измерения намного проще, а результаты точнее. Важное замечание. Электронный тонометр может быть обязательно с манжетой на плечо, но никак не на запястье. Рутинное измерение давления проводится как минимум после 5-минутного отдыха, и чем вы были до измерения активнее или чем в состоянии здоровья больше проблем, тем дольше должен быть отдых и 10, и даже 15 минут. Вы садитесь на стул в ненапряжённом состоянии, ноги ставите перед собой, не перекрещивая, и после наложения манжеты на плечо кладёте тонометр и руки на колени, включаете тонометр и ожидаете, пока измерение не будет завершено. В первый раз вы измеряете давление на обеих руках, и в последующем вы его расставляете на руке, где при первом измерении оно было больше, если страдаете гипертонией, или где при первом измерении было ниже, если страдаете гипотонией. Измерение давления повторяете троекратно с двух-трёхминутными перерывами и выбираете среднее. У здорового человека в соответствии с последними рекомендациями в возрасте до 65 лет систолическое давление оптимальным является в диапазоне 120-130, и старше 65 лет не более 140 мм гнутного столба, а диастолическое в любом возрасте должно быть 70-80 мм ртутного столба. Систолическое давление ниже 90 мм ртутного столба и выше приведенных значений для указанных возрастных групп уже требует реакции, равно как и диастолическое ниже 60 мм ртутного столба или 90 мм ртутного столба и выше. Важно оценивать пульсовое давление, которое оптимально лишь в диапазоне 30-50 мм ртутного столба и когда оно меньше или выше приведенных значений требуется вмешательство, что я буду рассказывать в специальных видео. Рутинное измерение давления страдающим гипертензией или гипотензией при подборе лекарств советую проводить до и спустя час после их приема. Если за это время данное лекарство из данной фармакотерапевтической группы не подействовало, иными словами, если давление не изменилось в нужном направлении, следует испытать лекарство из другой фармакотерапевтической группы. Это лекарство, скорее всего, не ваше, и оно не будет подходить вам. Подбор наиболее подходящего лекарства, конечно же, надо осуществить вместе с врачом. При длительной терапии, которая есть правила по гипертонической болезни и артериальной гипотензии, периодические измерения давления позволяют контролировать дозу лекарств, уменьшая или увеличивая ее, либо же добавлять или отменять другие лекарства, или тоже изменять их дозу. Тем, кто страдает эпизодами потери сознания или так называемыми обморочными состояниями, рекомендуется периодически измерять давление в положениях лежа и стоя. В положении стоя давление измеряется в конце первой минуты после перехода в него. Если в конце первой минуты систолическое давление упало на 10-20 и более, или диастолическое давление упало более, чем на 5-10 мм рт. ст. нужно обратиться за консультацией к врачу. Первое, что надо в таких случаях сделать, так это научиться медленнее, не спеша переходить из лежачего или сидячего положения – положение стоя. Этой теме я посвящу отдельные видео. Крайне важно знать суточные, так называемые циркадные или циркадианные колебания давления. В клинике это делается с использованием монитора для амбулаторного измерения давления, но на практике вы можете решить проблему с помощью вашего тонометра. Для этого надо просто измерить давление 4 раза в сутки, сразу перед сном, сразу после пробуждения и с равноудаленными временными промежутками между ними. Первое и второе давления должны быть ниже, чем измеренные промежутки между ними по систолическому на 10-20 и диастолическому на 5-10 мм рт. ст. Если перед сном или пробуждением они повысились или остались такими же, как были в середине дня, или понизились больше указанных значений, требуется вмешательство, в том числе, если принимаете по этому поводу лекарства путем изменения времен и или доз их приема. Измеряйте всегда давление, когда появляются любые ощущения нарушений вашим самочувствием. Если страдаете гипертонией или гипотонией, проверяйте периодические давления даже при хорошем самочувствии, потому что эти состояния, гипертония в особенности, могут и не показывать отклонений в самочувствии. Контролируйте свое давление и да, пребудет с вами здоровье!